Здравствуйте! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды». Для вас звучит передача из цикла «Библия и завет. От Адама до наших дней». Продолжим начатый неделю назад разговор. В истории Первого Завета существует еще один важный смысл. У человека, оказывается, есть враг. Библия называет его дьяволом, что по-гречески означает «обманщик» или «сатана», а на еврейском «противник» — «враг». Христос, будучи на земле, также предупреждал о том, что у человека есть враг. Завет всегда подразумевал объединение двух сторон против третьей. Когда Бог зовет человека вступить в Завет, то это означает объединение воли Бога и воли человека против воли зла. Зло, по словам Христа, не абстракция. Оно воплотилось в личности, которая на порядок превосходит человека. Дьявол, падший ангел, сильнее человека. Но Завет — это тот образ жизни, в котором сила зла преодолевается силой Божией. Человек, вступающий в союз с Богом, освобождается от зла. И прежде всего в самом себе. Итак, невзирая на неверность Адама, Бог своей верностью делает возможным продолжение жизни на земле. И вот, наконец, библейское повествование приводит нас к одному из самых удивительных событий священной истории. Это рассказ о потопе. Но прежде чем обратиться к этому рассказу, давайте послушаем, что говорят по этому поводу небиблейские источники. Так, у древних китайцев и у древних евреев существовали очень похожие знания о Великом потопе, от которого спаслись на корабле лишь несколько человек. В литературе древних жителей Вавилона и Ассирии есть несколько рассказов о сотворении человека, суть которых в том, что человек создан для служения богам. Он должен совершать жертвоприношения, кормить и поить богов, заботиться о храмах. Напомним нашим слушателям, что упомянутые вавилонские предания были написаны раньше библейских книг. Но вот что интересно. С одной стороны, основные сюжеты книги Бытие совпадают с преданиями древнейших цивилизаций. Это свидетельствует о достоверности основных событий, описанных в Священном Писании. Имеются в виду сотворение мира, человека и всемирный потоп. С другой стороны, главный смысл библейского повествования совершенно отличен от всех других документальных источников. Вавилонские легенды отличаются от книги Бытия тем, что в них действует сразу несколько разных богов. В книге Бытие не говорится о том, что человек должен кормить и поить Создателя. Бог сотворил человека, чтобы общаться с ним. И в вавилонском, и в библейском варианте человеку предназначено трудиться, возделывая землю. До грехопадения эта работа была не тяжелой, утверждает книга Бытие. В вавилонских же текстах труд тяжкая обуза, которую боги перекладывают на людей. Никакого упоминания о грехопадении вообще нет. Да и греха тоже. Беды происходят не по причине зла, творимого людьми, а потому что боги хитрые и злые. Эти сходства и различия не могут быть случайными. По всей видимости, у обоих народов сохранялась память о великих событиях прошлого. Да и не только у этих народов. Вы помните об уже названных сказаниях древних китайцев? Вместе с тем, повествование Библии поразительно отличается от всех других. Чем же библейский текст превосходит все остальные схожие между собой документы древности? Тем, что библейская история подтверждена словами самого Христа. И именно Сын Божий однажды произнес, Я есмь, путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Дорогие друзья, для вас прозвучала передача из цикла «Библия и Завет. От Адама до наших дней». Ждем ваши отклики на нее. Мы хотим также подарить вам на добрую память книгу, весьма созвучную в сегодняшней теме разговора. Речь идет о Новом Завете. Эта удивительная книга, без сомнения, поможет вам решить все ваши проблемы и укажет пути к истине и свету. А как у вас с величием души? Все остальное кажется в порядке, но не играя в поддавки и прятки. Я знаю, это нелегко, непросто ответить легче, чем осуществить. Железные канаты проще вить, но как там в отношении благородства? А как там с доблестью, геройством, славой? А как там внутренний лучи, царь, свет? Умен ли сильный, угнетен ли слабый? Прошу ответ. Прошу ответ. Вера Петровна Сиваконь из станицы Староминска Краснодарского края рассказывает. Когда в эфире звучит голос надежды, я оставляю все свои дела и спешу к радиоприемнику. Мама, мама, иди, твоя передача зовет мой сын. Я иду, и мы слушаем вместе. Вы учите мудрости священного писания. И я чувствую, как Христос входит в наш дом. Наталья Александровна Скирдонова, которая живет в городе Барыш Ульяновской области, признается. Я очень люблю слушать вашу передачу. Она воспитывает в моем характере лучшие качества – доброта, сострадание, жалость. Также я люблю читать христианские книги, и ваша передача дополняет мои знания. Это письмо пришло к нам из города Барабинска Новосибирской области от Галины Павловны Зонт. Каждый вторник я слушаю ваши передачи. Они не могут не нравиться, интересные, содержательные. У вас интересные, мудрые авторы. Хочется слушать ваши передачи и следовать им. Марина Рыбалка живет в Белгороде. В письме она делится с нами своими переживаниями. Мне очень по душе ваша передача. Слушая ее, я познаю наш сложный мир. На душе становится легко и спокойно. Появляется сила духа, и меняется отношение и к миру, и к людям. Спасибо вам огромное за вашу кропотливую работу. Спасибо за то, что вы помогли мне открыть для себя Бога и ощутить ту огромную любовь, с которой он относится к людям, своим детям. В прошлом году мы получили доступ к спутниковому телевещанию канала СНЛ. Оказывается, наши видеопрограммы смотрят теперь в самых разных уголках мира. Например, это письмо от Елены Солюковой пришло к нам из города Эвера в Португалии. Мне очень нравится смотреть ваши передачи «Голос надежды». Я уже приняла Иисуса Христа в мою жизнь. Мое заветное желание – воспитать двух моих дочерей в вере в Господа. Письмо от Галины Роски пришло к нам из столицы Ирландии. «Благодарю Господа за то, что вы есть, за то, что вы делаете. Мне 33 года, я мать троих детей. Я очень счастлива, что могу смотреть канал СНЛ. Я очень много узнала о Боге через этот канал и ваши передачи на нем. Я вас всех очень люблю». Марина Майпит прислала это письмо из Греции, город Амфиклия. Увидела на христианском канале вашу передачу «Так говорит Библия». Мне она очень понравилась. Я внимательно слушаю ваши проповеди, которые мне помогают возрастать в Слове Божьем и в вере. Много писем традиционно получает наша заочная библейская школа «Новая жизнь». Вот некоторые из них. Москвич Александр Николаевич Трухин порадовал нас, написав такие слова. «Можете быть уверены, что ваша благородная работа, уроки библейской школы, открыла не только мне, но и другим христианам много нового в жизни. Эти уроки – тот живительный бальзам, что пролился на мою грешную жизнь». Эти слова мы прочитали в письме Юлии Герасимовой из города Шиханы Саратовской области. «Ваши уроки помогли мне во всех моих делах и многому меня научили. Я очень благодарна, спасибо за все. Своё сердце я отдала Христу давно, но с помощью ваших уроков я как бы заново родилась». Александр Павлович Титов живет в деревне Кубня и Бресинского района Чувашии. «Он сожалеет, что пришла пора прощаться. Ваши уроки научили меня любить Бога, прощать людей, которые причинили обиду. И главное, чему они меня научили, это надежды на то, что после смерти я не исчезну, а буду жить вечно в Царстве Божьем, если уверую в Господа». Юлия Ивановна Кудрявцева из города Ельца Липецкой области благодарит за возможность изучать Писание в нашей заочной библейской школе. Это действительно помогло мне увидеть путь, ведущий к новой жизни. «Для меня Слово Божье стало настоящим советником, путеводителем в любой ситуации». Пишите нам по адресу 127-473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Повторяем наш адрес. 127-473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Боже мой, среди всех тревог «Я смотрю на Тебя, мой Бог, мне с Тобой так хорошо, и на сердце так легко. Без Тебя жить не смогу, будь со мной, Тебя прошу. Ты, Господь, Спаситель мой, Я хочу быть лишь с Тобой, лишь с Тобой. Только Ты, Господь, Надежда моя, Только Ты, Господь, Так любишь меня, что умер за меня. Боже мой, среди всех тревог, Я смотрю на Тебя, мой Бог. Мне с Тобой так хорошо, и на сердце так легко. Без Тебя жить не смогу, Будь со мной, Тебя прошу. Ты, Господь, Спаситель мой, Я хочу быть лишь с Тобой, лишь с Тобой. Только Ты, Господь, Свет в моем пути, Только Ты, Господь, Источник любви. Я нахожу в Тебе, Покой и мир в душе, Только Ты, мой Бог, Только Ты. Боже мой, среди всех тревог, Я смотрю на Тебя, мой Бог. Мне с Тобой так хорошо, И на сердце так легко. Без Тебя жить не смогу, Будь со мной, Тебя прошу. Ты, Господь, Спаситель мой, Я хочу быть лишь с Тобой. Боже мой, среди всех тревог, Я смотрю на Тебя, мой Бог. Мне с Тобой так хорошо, И на сердце так легко. Без Тебя жить не смогу, Будь со мной, Тебя прошу. Ты, Господь, Спаситель мой, Я хочу быть лишь с Тобой. Боже мой, среди всех тревог, Я смотрю на Тебя, мой Бог. Мне с Тобой так хорошо, И на сердце так легко. Без Тебя жить не смогу, Будь со мной, Тебя прошу. Ты, Господь, Спаситель мой, Я хочу быть лишь с Тобой. Лишь с Тобой. Христианская радиостанция «Голос надежды» приглашает приемникам любителей духовной поэзии. Для вас звучит передача из рубрики «Поэтическая страница». У нас в гостях Наталья Ильинична Щеглова. Нашим постоянным слушателям хорошо знакома имя этой поэтессы. Сегодня мы продолжим знакомство с ее творчеством. Свои стихотворения читает автор. Первый из них называется «Звучит в душе последняя струна». Звучит в душе последняя струна. Какое диво, что она еще цела. И мы с тобою слушаем вдвоем, Как робко и светло она поет. Горит свеча, в окне стоит луна, И плачет уцелевшая струна, Благословляя радости и боли С таким благоговением и любовью. Я заслонюсь от пламени свечи, Поскольку так пронзительно звучит Во взгляде этот пламенный каприз, Что сердце, разорвав покровый рис, Вот-вот святыни духа обнажит. Смычок луча колеблется, дрожит, И нестерпимо это вдохновение И вечно свято соприкосновение, В котором нет корыстия и лжи. И страшно на пороге откровения Во храме обнажившейся души Доверчивой и пламенной сверхмеры В ней оживают вновь любовь, надежда, вера. Наталья Ильинична хочет познакомить вас Со своими небольшими поэтическими этюдами На духовную тему «Вечная». Вопреки всем земным ветрам, Пойманной паутиной веры, Мы останемся в ней навсегда. Притяжение, рожденное движением духа, В неводе прозрачном тебя Принесет к берегам вечности, Где начертанные на золотом песке Сохнут рыбацкие снасти Евангельских строк И паруса библейских страниц. И в завершении нашей программы Мы хотим, чтобы вы послушали Это стихотворение «Когда луна изгулкой выси» Когда луна изгулкой выси Касается лучами дна прудов, Где тихая вода читает звезд Высоких мыслей, И выползающий туман, Как зверь, крадется вслед за нами, Белесой шерстью задевая кусты Вокруг седых полян. Я думаю о тайнах жизни И о далеких берегах веков, Смешавших тленный прах С кристаллами древнейших истин, О том, как времени река Несет и нас печальным плюсом Безбрежной вечности Сквозь слезы, сквозь смех, Сквозь боль, сквозь шелест фраз. И к этой вечности святой Мы прикасаемся с тобой. На этом наша передача из рубрики «Поэтическая страница» заканчивается. Мы благодарим нашу гостью, Поэтессу Наталью Линичну-Щеглову, За участие в ней. Свои отзывы, замечания, советы, пожелания Присылайте нам по адресу 127-473, Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». По этому же адресу Вы можете заказать книги духовного содержания. Например, сегодня мы дарим вам Библейскую поэтическую книгу «Псалтырь» В современном русском переводе. Итак, ждем ваши заявки, Которые вы пришлете по адресу 127-473, Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». До свидания. Да хранит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Свет лучезарный, божественных истин Мир согревает теплом И разливаясь потоком лучистым Солнцем войдет, солнцем войдет В каждый дом Все в этом мире Тянется к свету Солнце всем светит Одно Тысячи лет Согревая Планету Не угасает оно Не угасает оно Ярко сияют И греют планету Любви неземные лучи Все в этом мире К этому свету Тянется днем Тянется днем И в ночи Все в этом мире Тянется к свету Солнце всем светит Солнце всем светит Одно Тысячи лет Согревая Планету Не угасает оно Не угасает Не угасает оно О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Не угасает оно Нет силы, Господи, не могу я так больше жить Когда зло на пути моем все время стоит Я взываю к тебе, помоги мне в земной борьбе Устоять на пути моем и служить тебе Я верю, ты моя скала, ты сохранишь меня в пути И когда будет тяжело, поможешь ты С тобой не страшно мне идти С тобой пойду на край земли С тобой я обрету покой в земном пути Я счастлива, что со мной Есть рядом ты, Господи Ведь мне так легко с тобой И хорошо Я так хочу Что в жизни тебе служить И зло победить с тобой Спаситель мой Я верю, ты моя скала Ты сохранишь меня в пути И когда будет тяжело, поможешь ты С тобой не страшно мне идти С тобой пойду на край земли С тобой я обрету покой в земном пути Я верю, ты моя скала Я верю, ты моя скала Ты сохранишь меня в пути И когда будет тяжело, поможешь ты С тобой не страшно мне идти С тобой пойду на край земли С тобой я обрету покой в земном пути С тобой пойду на край земли 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!